Доброе утро, уважаемые трейдеры. Приветствую вас в начале очередной торговой недели. Сразу хочу сделать небольшую ремарку. Выпала у нас торговая сессия пятница. Я прошу прощения за это. К сожалению, есть еще отголоски простуда, о которой я говорил, подхватил инфекцию. К сожалению, пока восстановиться до конца не удается, поэтому если в ходе нашего сегодняшнего брифинга периодически будут прерываться на кашель, если такое произойдет, вы особо зла не держите. Это, скажем, не специально. Но будем надеяться, что обойдется. Говорить все-таки приходится много. Пятница у нас оказалась крайне насыщенным днем. Ну, не то чтобы даже на события. Они, безусловно, были. Интересна была динамика фунта, который продолжил восходящее движение. Это даже не восходящее движение. Это чрезмерное гипербычье ралли, которое состоялось и началось еще в четверг. В общем, на прошлой неделе у нас в центре внимания по динамике были как раз фунт и еще биткоин. А биткоин, как начальник движения всех криптовалют, соответственно, задавал тренды на рынке и прочих, собственно, электронных коммерческих валютных активов. В данном случае мы поговорим сегодня про и биткоин, поскольку есть у меня конкретные рекомендации, сигнал того, как действовать дальше. И важно сейчас быть крайне внимателем к тому новостному фону, который сопровождает рынок рейты. Потому что новостной фон, он был чрезмерно негативен еще больше двух недель назад, когда Народный банк Китая наложил тотальный запрет, скажем, на проведение операции ICO. Именно этот фундамент развернул, собственно, крипту. И вместо ожидаемой цели по биткоину в 5000 долларов, мы очень быстро оказались на планке в 4000 долларов. Это было нашим ценовым ориентированным. Я делал акцент на то, что до тех пор, пока на рынке не появится фундаментального позитива по силе, способного нивелировать вот этот негатив, скорее всего, все попытки выкупить этот нисходящий ралли, этот обвал, будут очень быстро сведены на нет и не оставят шанса, собственно, этим локальным покупателям, поскольку медведи все равно будут тащить тот или иной инструмент рынка криптовалюты все ниже и ниже. Вот, собственно, по биткоину мы видели отметку в 3000 долларов. Собственно, сейчас на рынке формируются точно такие ожидания, как и на прошлой неделе, то есть якобы достигнут какой-то уровень. Этот уровень является якобы очень важной психологической поддержкой, ниже которой в актив не пойдет. Но то же самое, друзья, говорили и про 4000 долларов. Вместо того, чтобы биткоин вырасти выше снова и вернуть прежнюю позицию, мы с вами увидели 3000. Ситуация может повториться и сейчас, но ладно, о биткоине мы поговорим, собственно, как и обещал. Еще более интересное движение у нас демонстрировал фунт тоже, когда придет в формате брифинга время уделить внимание тому, что происходило с парой фунт-доллар, мы поговорим. Хочу сразу напомнить то, что на этой неделе мы явно не останемся без существенных интересных событий, чего строят только итоги двухдневного заседания американского регулятора, которые будут поднимены в эту среду, поздним вечером. Сейчас у нас не просто рядовое заседание, оно, разумеется, будет приправлено на пресс-конференции. И самое важное то, что к этому заседанию мы подошли с очень сильным отчетом по инфляции, а то, что инфляция имеет очень важное значение на представителя американского регулятора, это общеизвестный факт для тех, кто торгует долларом и вообще завязывает свои инвестиционные идеи с тем, что происходит именно с американской валютой. Но прежде чем также перейти и на доллар, давайте сначала коснемся и нефтянки, которая на прошлой неделе чувствовала себя довольно-таки неплохо, даже трудно сказать, какой из активов WTI либо Brent оказал более интересную динамику. Я в целом не сравнил, посмотрел, что действительно закрытие для обоих активов очень неплохое, в частности, по Brent 55,56, сейчас 55,71. Теперь разбираем фундамент. Друзья, знаю то, что многие покупатели тешились, опять же, новостным фоном прошлой недели и, опять же, благодарили лично себя за то, что какие они молодцы, то, что использовали новостной фон в соответствующем образом, правильным стали покупать, потому что этот новостной фон ломает тренды, тенденция, это новостной фон, который вернет нефтянку к тем уровням, на которых мы очень много месяцев не были. Я не собираюсь навязывать вам позицию, что это совершенно не так. Я, как всегда, озвучиваю свое субъективное мнение для того, чтобы вы просто сравнивали его со своим и сравнивали с сомнением других аналитиков, которыми вы прислушиваетесь. И, разумеется, на основании вот этого тотального обзора разных позиций, как говорят, клюрализма мнений, у вас было нечто золотое по сещению, среднее по позиционированию мнения, которое и буду надеяться, будем мы все надеяться, станет как раз этим ключиком к верной инвестиционной идее. По нефтянке. Я надеюсь, исходя из той вступительной, опять же, прелюди, которую я уже сделал, вы наверняка поняли то, что я сейчас буду приводить доводы в пользу того, что нефть нужно продавать. Если вы это не поняли, да, я буду делать именно это. Аргументы в пользу коротких позиций, потому что нефть для меня по-прежнему мотив в числе ауцария. Может быть, по фунту я изменю свою позицию и попробую аргументировать, с чем это связано. Но в отношении нефтянки я абсолютно уверен в том, что рынок сейчас находится на своих, ну, не то чтобы на максимальных уровнях, на которых он мог оказаться. Я был бы лжецом, собственно, если бы сказал, что нефть не уйдет выше. Она может уйти и на доллар, на два может уйти и выше. Но с большей долей вероятности я все-таки жду разворота текущей тенденции и жду то, что фундамент будет больше отыгрываться в соответствии с медвежьими ожиданиями. Вот теперь, что касается причины роста котировок нефти. Международное энергетическое агентство, как вы помните, еще успело с вами проанализировать этот фонд, опубликовало доклад, согласно которому было сообщено, что рынок нефти сам выбирает избыточное предложение. В частности, оно было сокращено на 720 тысяч. Это очень много. Произошло это за счет просадки показателей подобычи в Ливии, в Ираке и в Венесуэле. Тут же были сделаны оптимистичные комментарии о том, что регионы увеличили процент исполнения обязательств в соответствии с энергетическим фактом. Ну, это участники энергетического факта. Это тоже отчасти вдохновило трейдеров. Но, друзья, я снова хочу обратить ваше внимание на то, что Международное энергетическое агентство, да, опубликовало хорошие цифры. Минус 720 тысяч – это лучше, чем в прошлые разы, когда мы видели сплошной прирост. Но ведь оно объяснило, с чем это связано. А если причина снижения предложения – та же самая Ливия, Ливия и Венесуэлла, собственно, были названы как основные, мы знаем то, что в Ливии были внутренние причины, очень беспорядки, которые блокировали работу нефтедобывающих станций. Это классика жанра для этих неспокойных регионов. То спокойно, то, соответственно, неспокойно. И мы работаем между вот этим фундаментом, оценивая ситуацию то с одной стороны, то с другой, понимая, с чем связаны показатели либо растущего производства, либо о снижении добычи. Венесуэлла, то, что снизило объемы добычи, мне кажется, это тоже временное явление, поскольку Венесуэлла очень активно готовилась к встрече с Саудовской Аравией. Обсуждались перспективы сделки энергетического пакта, продления и возможности того, что, может быть, будут обсуждены еще дополнительные квоты. Простите за таптологию по сокращению Венесуэлла. Венесуэлла, может быть, испугавшись, опять же, давление, действительно, решил чуть подзакрутить гайки. Мы видим, как это вылилось в приложении. Но это такой регион, который очень быстро может изменить свою позицию. И я не грамм не уявлюсь, наверное, так же, как и вы. Если спустя, собственно, месяц-два мы будем говорить о том, что Венесуэлла это так же, как и ранее, один из тех регионов, который увеличивает предложение. Что касается спроса, якобы спрос продолжает расти. Мы помним, что основным барометром спроса на сырьевый ресурс является Китай. Китай мы также с вами анализировали с точки зрения статистики, чего стоят только последние данные по инвестициям, капиталовложениям в народное хозяйство, по промышленному производству и по рознице. Отдельный я сразу хочу акцент сделать на промпроизводство, которое просело до 6%. В принципе, можем даже сопоставлять. Какой показатель промышленного производства, такой и экономический рост. Вот сами теперь знаете, что если промпроизводство до 6% просело, где, куда может стремиться динамика по экономическому восстановлению. Инвестиции минимальные за последние лет 20, может быть, даже больше. Это разве не признак того, что Китай находится по-прежнему вот в этом спиральном, затяжном, нисходящем тренде, снижается. Ну да, есть еще вот эти обороты боковые, когда вроде бы как возникает ощущение, что Китай переславил свое падение и ситуация может остановиться. Но нет, тренд не меняется. И если вы упустили из вида новостной фон и сообщение, Народный банк Китай с прошлой недели, собственно, снова отпустил юань в свободное плавание, перестал его поддерживать. Теперь валюта девальвируется. Чем это связано? Да потому что резкий рост юаня против того же самого доллара стоил как раз и очень больших потерь для экспортного сектора китайской экономики с начала 2017 года. И теперь для того, чтобы хоть как-то исправить ситуацию, решили влиять и снова отчасти манипулировать валютным курсом. Это правильный ход. Это нормальный ход со стороны развивающегося рынка, который заботится о темпах экономического восстановления. Но Китай, самим фактом того, что мы сейчас получаем по новостям, это регион слабых. И это тот регион, который будет причиной снижения спроса на многие сырьевые товары в перспективе ближайших полугода. И, соответственно, причиной, по которой мы будем находить дополнительный повод, почему нефтяку нужно продавать. Не забывайте то, что в Китае сейчас каждая третья компания, это компания, которая функционирует по принципу финансовой пирамиды. То есть тот кэшфлоу, который аформируется, удается им набрать, к примеру, за отчетный квартальный период, он не покрывает тех обязательств, которые накапливаются по процентам. А не покрыть эти обязательства вынуждает эти компании снова перекредитоваться, брать новые займы, которые увеличивают долговое время и тем самым делают вот этот круг кабалы замкнутым. И вы наверняка это понимаете. Это тоже тревожный сигнал. И Америка, точнее китайский фондовый рынок, это вообще отдельная история. Я советую не упускать из вида такие, на мой взгляд, очевидные факторы. И если, опять же, нефтянка растет, и ее очень просто объяснить тем, что происходит на рынке сейчас, нужно опять же копать глубже и видеть, на основании чего мы снижались до этого. Дальше идем. Бэкер-Хьюз, количество нефтянных терминалов, подсчета прошлой недели 749 штук с 756, минус 7 получается единицы. И все тут же за рукоприскали, поскольку сланцевый бизнес выходит в тень. Сланцевый бизнес все достиг своего пика, а значит штаты не будут больше добывать нефть в тех объемах, которые мы ранее видели. Ну какой бред, друзья. Не забывайте о том, что сланцевый бизнес, прежде всего это бизнес, а любой целью бизнеса является получение прибыли. Как можно не получать деньги, не зарабатывать, не получать доход, прибыль на высокомаржинальном, высокорентабельном бизнесе. Мы с вами фиксировали из недели в неделю рост количества ориентирных терминалов, когда цены на нефть были даже ниже 40 долларов за баррель. И помним, как динамично рос этот показатель. Сейчас получается, цены на нефть выросли, то есть бизнес стал более рентабельным. Мы все поверили в том, что бизнесмены откажутся от такого лакомого куска, даже несмотря на то, что с приходом к власти Трамп, собственно, как вы помните, если помните, было такое заявление, оно притворяется, реализуется уже в жизни, что нужно продать как можно больше накопленных стратегических резервов. Потому что это одна из возможностей покрыть колоссальный дефицит, собственно, бюджета, который сейчас имеет место быть для американской экономики. Но это распоряжение было отдано с учетом того, что накопили, продали и накопим еще. Потому что активность ланцева, с учетом тех технологий, которые используются, она, как я вам говорил, будет оставаться на очень высоких значениях, очень высоких показателях, даже при ценах гораздо ниже 50 долларов за баррель. Вы тоже про это не забывайте. Это еще один аргумент, почему нефть должна иметь больше, опять же, крупных сейчас продавцов, которые, может быть, и дают покуражиться несколько еще быкам, верящим в собственные силы, считающим то, что разворот произошел. Но нефть очень просто разворачивается. Я думаю, что многие из вас помнят это. Не забывайте, друзья, если среди вас есть долгосрочные трейдеры. Что касается долгосрочных идей, как торговать сегодня-завтра, это вопросы не ко мне, потому что на них не знает ответ никто. Если вам кто-то сказал, что знает, то вас ввели в заблуждение. Собственно, дальше, 57.70 рубль против доллара влажным, что было для российского рынка, это заседание Центрального банка, в ходе которого снизили ставку рефинансирования с 9 до 8,5%. Единственная причина – снижение роста инфляции. Действительно, рост сейчас чуть ли не минимальным за много десятков лет, и сейчас Центральный банк просто приспосабливается под ту конъюнтуру, которая формируется. Но то, что включаются условия рефинансирования, это не сигнал того, что российская экономика расцветает. Она получила, либо нашла какие-то драйверы высокотехнологичного производства, дополнительные источники роста и худшие времена позади. Я сейчас не буду останавливаться на этом, друзья, потому что это, наверное, неправильно. Мне кажется, что вам, тем, кто сейчас присутствует на канале, тем, кто просматривает брифинги, оценивает фундаменты, и без меня понимаю, какие трудности, какие проблемы сейчас за кулисами российской экономики, и как эти проблемы вяжутся с политической темой, как они, собственно, подстраиваются, подтягиваются и смягчаются перед выборами, и что происходит потом, когда нет причин уже сдерживать вот эти, и скрывать вот эти очевидные проблемы. Для рубля, рубль даже при ценах на нефть выше 55, держится на отметке практически 58. Стоит только нефтянки дать слабину пару, тройку процентов, все, рубль тут же окажется в районе 60. Об этом не забывайте. Доллар японская иена. Здесь можно начать с показателей по инфляции. И им, в принципе, сразу же и закончить, потому что ФРС отталкивается после того, как уже было дано очевидное подтверждение невероятного прогресса на рынке труда, сфокусировался только на инфляцию. Многие представители ФРС, да в целом американский регулятор, не мог дать четкого, однозначного ответа, почему инфляция снижается, находится на остальном низких значениях. Но мы помним то, что позиция ФРС была сведена к тому, что без роста инфляции и, соответственно, без устойчивых ожиданий того, что индекс потребительских цен может восстановиться, решения просто процентных ставок не будет. Но при этом параллельно были сделаны заявления о том, что если инфляция вырастет, тогда американский регулятор снова вернется к возможности обсуждения повышения ставки в декабре. И, собственно, у нас отчет прошлой недели, индекс потребительских цен 1,9%, с прошлого 1,7% чуть-чуть не дотянули до цели в 2%. Выросла базовая инфляция на 0,2%. Это максимальный показатель индекса потребительских цен с начала 2017 года. А в начале 2017 года ФРС активно повышал процентные ставки, потому что видел, какой прогресс для инфляции. Сейчас, в принципе, может повториться. Это первая причина, друзья, почему доллар сейчас чувствует себя так хорошо, почему доллар растет и, наконец-таки, показывают ту динамику, на которую мы с вами настраивали. Заявки на пособие по безработице. 284 тысячи с 298 тысяч. Это тоже очень хороший сигнал, потому что это отчет, который отожает последствия еще ураганов. И Харви, и прочих, которые случились за последние, собственно, полтора-два месяца. Соответственно, если эта статистика отражает ущерб стихийных бедствий и влияние на рынок труда, можно сказать, что американский рынок труда очень даже неплохо пережил. И сейчас находится на очень хороших значениях. Ну и третья причина, друзья, почему доллар растет, почему доллар чувствует себя очень неплохо и, скорее всего, останется в числе наиболее бодрых инструментов. Так это то, что налоговая реформа, которую нам очень долго обещал Трамп, может быть представлена нам на всеобщее обсуждение, хотя обсуждали уже достаточно, какой-то уже даже не проект, а предложение конкретное. Будет это сделано, а может быть даже и в каком-то формате уже реализует на этой неделе. Сразу готовит нас к тому, что конкретики по ставкам пока не будет. Информация об этом чуть позже. Но нам бы хоть что-то получить по этому. Соответственно, если налоговая реформа до срока, до следующего понедельника действительно будет объявлена, это для доллара такой импульс роста, который сейчас переоценить очень трудно. Ну, недооценить ее, собственно, можно. Именно отсутствие реформ от Трампа и стало причиной, по которым доллар и японская иена свалилась с тех локальных максимумов, которые были достигнуты после победы Трампа, до тех минимумов, которые были зафиксированы буквально несколько недель назад. Доллар восстанавливается, это очевидно. И важно, что еще подчеркнуть, то, что американской валюте удалось погасить негативное влияние роста и эскалации напряженности вокруг ситуации Северной Кореи. Очередной пуск баллистической ракеты. И, казалось бы, нужно срочно уводить капиталы, опять же, в защиту. Но этот фонд в этот раз был проигнорирован на прошлый день. О чем это говорит? И то, что трейдеров уже достала эта, собственно, словесная игра постоянных обвинений и, скажем, пусков вот этих баллистических ракет, которые больше похожи тоже на какую-то псевдопровокацию. То, что в войне не будет, уже очевидно. Будем надеяться, что это неройничное заблуждение. Это действительно так. Хватит у масс, что у США, что у Северной Кореи, не эскалировать ситуацию до тех уровней, после которых будет пройдена точка невозврата. А то, что обсуждаются Северной Кореи, грозится сжечь Соединенные Штаты Америки, потопить Японию. Думаю, что вы слышали такие комментарии. Такие же заявления звучат и в сторону в адрес Северной Кореи. Санкции уже усилены во время последнего совещания Совета Безопасности ООН резолюции. Собственно, подкрепили вот эти ограничительные меры. И, между прочим, если копаться в них, действительно, те санкции, которые сейчас действуют, они стоят Северной Кореи 90% ВВП. Точнее, 90% всех экспортных доходов. Это примерно 3-4 миллиарда долларов. Ну, для каких-то регионов это смешная цифра, для Северной Кореи, уверяю вас, нет. Пока что с таким новостным фоном мы и работаем. Знаем, что он где-то есть там, позади. Но впереди у нас ожидание решения по ставке. Ставку, конечно же, не повысить сейчас. Это решение в декабре. Но то, что он нас подготовит к тому, что это решение будет озвучено, я уверен, оставание последних данных по инфляции к другому быть не может. Дальше идем. Фонд против доллара. Здесь вы сами все прекрасно видели. Годовое значение по максимуму с 2016 года, то есть с июня фактически. Действительно, мы закрыли половину ГЭП, который образовался после Брекзита 2016 года. Сейчас фонд с небольшой коррекцией не торгуется. Но с учетом, опять же, того ралли, который мы с вами видели, я думаю, что это восходящее движение продолжится. То есть я был ярым сторонником того, что фонд нужно продавать. Но я не мог предположить то, что британский регулятор так лихо использует всеобщее, опять же, рыночное позиционирование, спекулятивный интерес и использует, собственно, общественность для того, чтобы реализовать те цели и добиться тех результатов, которые нужны, собственно, британскому регулятору. О чем речь идет? Вы знаете то, что основной проблемой сейчас для плане статистики, может быть, даже в плане лучших показателей экономического роста является крайне высокая инфляция, которая, собственно, по заявлениям самого британского регулятора доберется до 3% уже в следующем месяце. Значит, если инфляция зашкаливает, самый, наверное, действенный инструмент, но действенный инструмент для развивающихся рынков, у которых нет других инструментов воздействия на ситуацию, для развитых можно было придумать что-то еще. Это сказать о том, что будут повышаться процентные ставки. Именно это и сделал, собственно, Банк Англии, намекнув на то, что, намекнув ключевое слово, что политика может стать более жесткой. То есть, Банк Англии окажется на действующих экономических стимулах и постепенно начнет сворачивать программу количества смещений и разгонять процентные ставки, потому что рост процентных ставок сможет остановить индекс потребительских цен. При этом не было дано никаких конкретных заявлений, когда эти изменения могут произойти. Почему не дано? Потому что Банк Англии не собирается поднимать процентные ставки. Он просто рискнул, пошел в оббанк в плане вот этой словесной интервенции в расчете на то, что рынок сам сделает то, что нужно. Единственное, чем можно остановить рост инфляции, это либо повысить процентные ставки, опять же, либо способствовать тому, чтобы курс национальной валюты начал расти. Потому что вы помните, что Банк Англии говорил, что рост инфляции сейчас является, собственно, следствием девальвации национальной валюты после Брекзита. Поэтому, возвращаясь к тому, что я сказал, Банк Англии и лично Карни использовали рыночные спекуляции для того, чтобы якобы сделать возможное повышение процентной ставки и дать рынку загнать курс так высоко, опять же, на убеждениях в том, что ставку повысит, до тех уровней, на которых индекс потребительских цен, может быть, уже растеряет импульс для дальнейшего роста. В четверг мы видели это серьезное ралли на несколько фигур. В пятницу это ралли даже превзошло четверг. И в пятницу, собственно, для затратки рынка, помню, когда последний раз такое было, сразу же после заседания очередного британского регулятора, один из высокопоставленных чиновников, который является одним из голосующих членов, выступил. Это был Гертьян Афльге, отметив то, что ставку могут повысить уже в ноябре. Ну и рынок, который до того рос, разумеется, получив еще конкретный сигнал, когда это может случиться, получил еще больше топлива для того, чтобы забраться выше и показал вот этот локальный экстремум, который мы с вами видели. Друзья, у меня сделка была закрыта по стопу. Ну, это практически на тех же самых уровнях, на которых вот по закону на подлости находится пара. Сейчас хочется дальше спекулировать, потому что я понимаю, что фонд будет крайне волатильным активом. Для него не составит никаких проблем после того ралли, который мы видели, показать движение в 100-150 фунтов за одни торговые сутки. Но к продажам британца я вернусь теперь только после того, как увижу снижение индекса потребительских цен. Потому что расчет Банка Англии именно на это и направлен. Потому что сейчас прибавит курс фунта около 5%, индекс потребительских цен вряд ли уже достигнет 3% в годовом эквиваленте. Если этот расчет будет верен, то, соответственно, у нас октябрь-ноябрь станут уже переломными моментами для этого статистического отчета. И тогда, может быть, я снова стану одним из тех представителей, которые продают фунт в расчете на статистическую слабость и еще политические риски. На этой неделе у нас новый раунд переговоров. Но поскольку сделка уже не актуальна по британцу, я думаю, что лично меня, как трейдера, этот раунд переговоров интересовать уже не будет. Но я обязуюсь, разумеется, рассказывать вам обо всем самом интересном, потому что понимаю и знаю, что многие по-прежнему торгуют этим активом. Еще хотел пару слов сказать про биткоин. В частности, то нисходящее движение, которое мы видели, да и в целом это тренд, который был характерен для всего рынка криптовалют. Оно базировалось на еще одном громком заявлении со стороны Народного банка Китая. Монетарных властей Поднебесной о том, что закрытыми будут крупнейшие криптобиржи, это BTCC и BTChina. Собственно, последний срок действий 30 сентября, рынок уже готовится к этому, может быть, даже уже полностью заложил цены все это. Но какой-то остаточный эффект негатива, он еще будет иметь проявление в динамике и биткоин и прочих активов до конца этого месяца. Тем более, что мы понимаем, что Народный банк Китая продолжает активно закручивать гайки. Мы понимаем, что Китай как регион не может приводить к другим реакциям, потому что Китай это основной регион, где набывается наибольший объем криптовалют, где сосредоточено наибольшее количество регулированных площадок и где аккумулированы самые большие показатели производственных мощностей. Вот хочу обратить ваше внимание на обзор, который мне довелось прочитать, по-моему, в начале этого года, с оценкой уже на ситуацию 2016 года в Китае. Объем торгов именно на регулируемых биржах, именно на Китае, приходился больше 90% всех активов, контрактов, которые вообще торговались. Но, конечно же, после последних заявлений и вот этих решений наложить запрет на операцию ICO и свернуть многие площадки, которые специализируются на публичном размещении токенов и монет, ситуация изменится и объемы сократятся как минимум вдвое. О причинах подобных действий мы уже с вами говорили на прошлой неделе. Я думаю, что пройдет немножко времени, мы вернемся к этому новостному фону. Будем следить дальше за криптой, но я считаю, друзья, если сейчас и рисковать, то только с точки зрения поиска конкретных ценовых значений, после пробоя которых тот же самый биткоин нужно продавать. У меня есть, собственно, коллеги, которые, опять же, спекулируют на криптовалютах через биржи по биткоину. Цели самые разные, но если, опять же, средние значения, никто не сомневается в том, что так же быстро удастся добраться до отметки в 2000 долларов. Это, конечно же, страшно сейчас для покупателей биткоина, но вы посмотрите, где биткоин котировался две недели назад, и как быстро он оказался на уровне минус 50% своей капитализации, на уровнях 3000 долларов. Поэтому для этого рынка все возможно. Друзья, еще хотел разобрать с вами и евросвиси сегодня, и S&P, собственно. Но давайте тогда оставим до следующих брифингов, чтобы нам было о чем поговорить. Думаю, что наиболее интересное движение мы с вами разобрали, также сделаю акцент на то, что у нас впереди. Сегодня, кстати, в 12.00 нас ждут данные по инфляции в еврозоне. По прогнозу, индекс потребительских цен снизится с 1,3% до 1,2%, и это еще один сигнал сохранения мягкой экономической политики, почему евро должен быть в вашем торговом арсенале, но только с позиции SEL, то есть с короткой позиции. Я по-прежнему склоняюсь в пользу того, что европейская валюта будет дальше снижаться. Собственно, друзья, на этом все. Спасибо вам всем за внимание. Хорошей вам торговой сессии, торговой недели. Увидимся завтра в 9.30 по московскому времени через Перископ в прямом Уперии. Всего доброго. До свидания.